Дайте все предварительные заявки. Пока дали две области предварительные заявки. Я понимаю, как это идут соревнования, но это предварительная заявка. Предварительная. Это не значит, что все поехали. Подали пока Владимирская и Рязанская области эти предварительные заявки. Вы подаете, объясню, для чего они нужны. На основании этих предварительных заявок я их скидываю в гостиницы. И гостиницы напрямую принимают бронирование у вас. Гостиницы напрямую бронируют. Но для них основанием идет согласование со мной, чтобы у нас просто на халяву не прошли левые люди, кто решил отдохнуть, и о, такие бывают, и решили туда записаться. Вот для чего это нужно, в первую очередь. Второе. Предоплата берется у нас 30%, все гостиницы берут 30% предоплаты, до 20 октября должна быть проплачена. Иначе ваша бронь... А мне взяли какого-то уральца? Нельзя. Почему? Вообще раньше был броня, как-то как-то пострадает, если он заплатит за одни сутки, бралась правую плату за бронь. Ну, понимаешь, что там, бюджет сейчас, без денег, люди будут финансироваться в самый последний момент. Значит, надо платить по своей, по своей, не все хотят. Значит, у нас там еще раз. Все, да, так. Сергей Борисович, мы ничего не придумали хитрого, ничего. Либо мы идем к вам, к вам российский шарферный конфедерация, первенство России в ЛОО. Не, ну, первенство России в ЛОО. Проплачивают люди, проплачивают. И месяц потом возвращали нас. То есть, это хорошая система. Мы разговаривали со многими организаторами, в принципе, вот и Алексей Станиславович Воспин сказал, что правильно, потому что гостиница, извините, люди забронировали, потом раз, и за место ста человек поселилось у нее шестьдесят. И директор гостиницы, вы разводите руками, а человек просто теряет денег. Просто теряет денег. Спасибо. Спасибо.